Долго не буду вас задерживать, мне надо бежать дальше. С этих слов марафонец Евгений Кутузов начал свою встречу с ивановскими волонтерами. Уже больше 100 дней молодой человек пешком путешествует по стране. 18 мая он вышел из Санкт-Петербурга. За 60 дней добрался до минеральных вод. Затем с группой альпинистов отправился на Эллибрус и покорил высоту в 4800 метров. И все это для того, чтобы привлечь внимание к трем маленьким петербуржцам. Насте, Вадиму и Тимуру. У ребят ДЦП, но при грамотной реабилитации у них есть шанс сделать свои первые шаги в жизни. Для этого необходимо собрать 2,5 миллиона рублей. Если у Тимура это первая реабилитация, ему сейчас 3 года, и мы ему уже собрали необходимую сумму 120 тысяч рублей, он проходит реабилитацию в городе Сочи. У него первая часть прошла, сейчас вторая часть реабилитации. То для Насти ей 15 лет. И вот такой критический возраст, когда уже есть шанс что-то изменить, уже позже, уже организм не позволит. Ей необходима реабилитация в Китае. У нее была сейчас уже операция, проходила специально. И в Китае будет последующая реабилитация, трехмесячная, очень дорогостоящая, 800 тысяч рублей стоит. А Вадиму требуется сначала операция, соответственно ему 12 лет, в Германии. Потом уже реабилитация. Общая стоимость полтора миллиона рублей. Своим авантюрным поступком Евгений пытается привлечь как можно больше людей к решению проблемы. И нужно признать, что ему это удается. Собрано уже порядка одного миллиона рублей. Сбор проходит через фонд футболиста Александра Киржакова «Звезды детям». Проквизиты есть в официальной группе «5 тысяч кедров добра», которые у меня на грузии написаны. Плюс они есть у меня на страничке ВКонтакте, они есть на сайте фонда «Звезды детям». И в том числе вы можете просто вбить в любой поисковой системе, то ли Google, то ли Яндекс, несколько ключевых слов. Пешком от Петербурга до Лебруса. Этого достаточно, чтобы выйти на ту или иную группу с нами связанную. Пока что, к счастью, ни один мошенник не начал работать с нами. То есть пока еще все ссылки ведут на действующие реквизиты. Не сталкивались пока с мошенниками. То есть найти легко. Жизнь самого Евгения за этот марафон сильно изменилась. Он обрел новых друзей, познакомился с девушкой, которая не побоялась вместе с ним взобраться на Эльбрус. Ее настолько вдохновило мой порыв в мое мероприятие, что мы так много общались и влюбились друг с другом. Она приезжала в некоторые города, где я был. Она приезжала в город Тулу. И в Туле я сделала предложение. И вот 21 сентября, когда я вернусь в Петербург, мы хотим подать документы в ЗАГС сразу в этот же день. После Иванова Евгений отправится в Ярославль. Следующей большой остановкой станет Москва. Из столицы он выйдет пешком 5 сентября. Прямиком домой в Санкт-Петербург. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.